Первыми удар на себя приняли физические лица. Цены на продукты подскочили, а вот зарплаты остались прежними. Так девальвация отразилась на жизни обычного покупателя. Следующими понесли убытки бизнесмены. Их источник дохода, импорт автомобилей теперь под угрозой. Ведь главная валюта покупки-продажи авто в Японии – тот же доллар. Там покупаем. И здесь арсамошка. Тоже в долларах, да? Тоже в долларах. Вот и прикиньте. Сейчас никто машину не бьет. Потому что нам предлагают были такие замачивания. Прикиньте, мы посчитаем и отказываемся. И что сейчас бизнесом будет? Будем ждать. Резкий рост курса доллара и евро – новость не вчерашняя. Но обвинять свои сбережения приморцы решили только около месяца назад. В октябре банки отметили наибольший спрос на доллар. К евро горожане остались равнодушны. Итак, покупка доллара в кассах банка в октябре по сравнению с сентябрем выросла в два раза. А безналичная конверсация доллара выросла на 87%. То есть в 1,9 раза. По евро, что интересно, в приморье хорошие спросы и наблюдатели. Вот эта пугающая цифра и заставляет горожан нести тысячу рублей в обменные пункты. Но, по словам специалистов, зря ведь деньги надо было менять еще в августе. Причем жителям именно Приморья. Тогда в местном банке Приморья иностранную валюту продавали по курсу даже более выгодному, чем в Центробанке. Те, кто спохватился только сейчас, рискуют понести убытки. Ведь большинство экономистов один голос настаивают – скоро доллар снова упадет. Эта неделя будет связана с тем, что курс будет двигаться с очень высокой вероятностью вниз. Центральный банк дал понять, что он не пожалеет деньги на интервенцию. Когда в этом случае лучше купить валюту? Как минимум через несколько недель. Когда курс скорректируется и когда рубль наберет свою силу, которую он и должен был набрать долгое время. Но есть те, кому валютные скачки выгодны. Биржевые маклеры, которые как раз и зарабатывают на нестабильности курса. И в это время клиентов у компаний-брокеров хоть отбавляй. В Владивостоке желающих сыграть на экономической ситуации немало. Да только в самой компании советуют. Время для такого начинания не самое удачное. В некоторой степени для нас это позитивно, потому что повышенный интерес возникает именно в момент, когда что-то на рынке происходит. Однако сейчас, так как львиная доля капитала нашего населения хранится именно в рублях, то переводить их в доллары для того, чтобы работать в нашей компании, несколько невыгодно. И здесь возникает дилемма. Интерес есть, а дорого. Выгодным такой курс доллара остается только для тех, кто продает наши товары за рубежом. Но в Приморье экспортеров почти нет, а вот импорта здесь весь рынок. Причем азиатская валюта по отношению к рублю растет. Все, что остается горожанам, ждать, пока ситуация стабилизируется, планировать отпуск с осторожностью и закупаться впрок. Далее Ладудька, Андрей Макаров, Новости на Восьмом.